Продолжают эфир новости спорта в студии Дмитрий Вороновин. Физкульт, привет! Начну с мини-футбола. Спортсмен Глазовского прогресса Владимир Разуванов вызван в расположение сборной Украины для подготовки к групповому этапу основного раунда квалификации чемпионата Европы 2018 года. Игры эти пройдут в Киеве с 8 по 11 апреля. В программе сборы, теоретические занятия и тренировки. Кроме того, контрольный матч с одним из клубов соперников. Тем временем в Турции на сборах «Зенит» Ижевск провел заключительные контрольные матчи. Подопечные Игоря Менщикова встретились с футбольным клубом «Оренбург» представителям ФНЛ и уступили 1-3. А также сыграли с Тольяттинской «Ладой», где победа была уже на стороне ижевчан 1-0. Сейчас футболисты возвращаются в Ижевск, где 18 апреля продолжат борьбу за чемпионство в первенстве ПФЛ. В Череповце прошел первый этап первенства страны по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Клуб «Италмаз» и «ЖГТУ» одержал три победы и потерпел два поражения. В копилке команды 8 очков и они в турнирной таблице на третьем месте. На первом с 12 очками местная «Северянка-2». Следующий тур пройдет в Самаре в конце апреля. А в Тольятти на этапе Кубка России хорошо выступили пловцы Удмуртии. Богдан Мартюшев и Ксения Климова в финальных заплывах на 200 метров брасом и 100 метров на спине показали третье время дня. В эстафетах наши команды мужские и женские выиграли одно серебро и три бронзы. А в зимнем манеже прошел всероссийский турнир памяти Олега Богданова, на котором собрались юные теннисисты из 10 регионов России. Не только набраться опыта и мастерства, но и выполнить разрядные нормативы, а также повысить свой рейтинг. Мы не случайно проводим этот возраст, потому что на будущий год, мы готовим за год уже, по этим возрастам состоятся первенства Приволжского федерального округа. Поэтому уже в начале года, 2017-го, мы готовим детей, отбираем команду, в том числе и по итогам этого турнира, для участия в первенстве ПФО. Не до отдыха было и ветеранам настольного тенниса, они тоже соревновались на всероссийском турнире. Но целью их состязаний были не рекорды и победы, они собираются все вместе для того, чтобы в первую очередь пообщаться, а и во вторую вспомнить былой спортивный азарт. Альфред Гайсен в теннисе АС. Он любому может преподать мастер-класс. Пенсионер тренируется сам по пять раз в неделю и тренирует детей. Говорит, спорт – это здоровье, положительные эмоции и азарт. Для меня это уже как бы образ жизни. В настоящее время я на пенсии нахожусь и начинаю тренировать маленьких детей. Наверное, продлеваю свою молодость, глядя на них. Состав ветеранского турнира очень сильный. В Ижевск по традиции приезжают гости из соседних регионов страны. В прошлом – известные спортсмены. Нам в вашем фоке здоровья очень нравится. Большое количество столов, надо отметить, профессиональных. Подготовка на должном уровне. Но и игроки тоже не подарок. Понравилось Вижевске члену паралимпийской сборной страны Марсу Кабдулину – чемпиону России и призеру многих международных стартов. Он этот турнир рассматривал как тренировку. Марс не скрывает – мечтает об олимпийской награде. Хочется в плане спорта достигнуть самых высоких высот. А в плане жизни – быть добрым, помогать людям. После серьезной травмы Марс упал с большой высоты и сломал поясничные позвонки. Спорт ему помог встать на ноги. Два года лежал. Спорт помог мне встать на ноги и ежедневно двигаться, достигать своих целей. Соревновались участники до позднего вечера, забыв на время про свои заботы и дела. Получив итоги – хороший заряд бодрости. В городском спортивном ведомстве накануне были подведены итоги конкурса «Талисман ликоатлетической эстафеты мира». Эстафета стартует на центральной площади Ижевска 9 мая. Вот в этот раз пришла идея выбрать «Талисман эстафеты мира», который будет пропагандировать здоровый образ жизни, заводить участников, зрителей. Я думаю, что создавать какую-то ауру более дружесную, праздничную. Работ было много. Судейской коллегии было очень нелегко определить победителя. За основу был взят рисунок с мультяшным героем-волком. Этот талисман будет дополнен интересными и социально значимыми атрибутами, которые будут взяты из других работ участников конкурса. И последнее. В Ижевске прошли необычные соревнования по хоккею. На лёд вышли дошколята, и они с таким азартом бежали к воротам и забивали голы, что взрослые могли только позавидовать. Татьяна Мальцева продолжит тему. Это куча мала юных хоккеистов из детских садов Устиновского района. Без коньков и специальной амуниции они лихо играли в зимнюю забаву, вызывая бурю эмоций за бортами. У семих ребят впечатлений не меньше. Сразу понятно, что хоккей им очень даже по душе. Защищать вратаря, толкаться, нападать. Шайбы забивали? Да. А нам нравится играть в том, что мы хорошая команда, и мы можем победить всех, чтобы зарабатывать всякие медали и заниматься спортом. Специалист по изодеятельности из детского сада 229 Екатерина Литвиненко чуть голос не сорвала. Так переживала за своих подопечных. Она говорит, рисунок хоккейной игры получился хорош. Делают узоры классные, спортивные, салютовские. Вот так вот. Вообще, как вам эмоции, впечатления, ощущения? Погода сегодня замечательная, солнечное настроение тоже спортивно-солнечное. Турнир этот проводится в рамках района Спартакиады. Малыши открывают спорт. Кроме этого вида в программе лыжные гонки, веселые старты, папа-мама-я, спортивная семья. Все для оздоровления и объединения малышей. Вы видите, как болеют инструктора за своих. Очень эмоционально у нас все проходит, весело. Как-то вот бывают травмы, бывает все. Да, не без этого. Спорт есть спорт. Но, так скажем, через терпение и труд мы приходим к итогам и к победам. Победу в этот раз отпраздновали воспитанники детского сада 258. Это все новости спорта у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин